Швейцария предоставит Республике Молдова 2 миллиона франков на борьбу с коррупцией и создание процветающей Молдовы и уже доставила беженцам более двух тонн гуманитарной помощи. Об этом заявил находящийся в Кишинёве президент Швейцарской конфедерации Ньяццо Кассис в ходе совместной пресс-конференции с главой государства Майя Сандо. Президент Молдова отметила, что сегодняшний визит знаменует собой историческую премьеру в отношениях между нашими странами. Это первый визит президента Швейцарии в республику. Символично, что это происходит в год, когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Молдовой и Швейцарией. За эти годы между нашими странами сложилось очень хорошее сотрудничество. Швейцария является одним из важнейших двухсторонних партнёров Республики Молдова. Швейцарское бюро по сотрудничеству и развитию, которое работает в нашей стране с 2000 года, поддержало многие проекты развития в таких ключевых областях, как местное развитие, система здравоохранения, сельский туризм и миграция. Благодаря поддержке Швейцарии у нас в Молдове более качественные педиатрически неотложные и психиатрические службы. Местные инфраструктурные проекты, поддерживаемые Швейцарией, обеспечили питьевой водой десятки тысяч жителей Молдовы. Швейцария поддержала развитие профессионального технического образования в Молдове и предоставила нашей стране щедрые пожертвования в виде медицинского оборудования для борьбы с пандемией COVID-19. Мы очень благодарны за эту щедрую помощь. Глава государства заявила, что война в Украине глубоко и в долгосрочной перспективе повлияет на экономическую и социальную ситуацию, а также ситуацию с безопасностью в Молдове. Наши предприниматели уже ощущают эти эффекты. Импортеры и экспортеры, связанные с восточными рынками, несут большие убытки. Молдове не хватает инвестиций. Экономическая безопасность региона остается сложной. В этом контексте открытие альтернативных рынков, таких как Швейцария, для нашей продукции, которая больше не может поступать на восточные рынки из-за войны, было бы четким и недвусмысленным жестом поддержки молдавских предпринимателей. Подписание соглашения о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли предоставило бы дополнительные экспортные возможности для молдавской продукции, особенно в существующем региональном контексте и острой необходимости их переориентации. Швейцарский гость подтвердил, что его страна поддерживает Республику Молдова и отметил, что российское военное нападение приносит страдания не только Украине, но и Молдове. Перед вами стоит серьёзная задача. На меня произвела впечатление солидарность и усилия, которые предлагает ваша маленькая страна. Хочу выразить благодарность Швейцарии и объявить, что мы предоставим 2 миллиона франков на борьбу с коррупцией и создание процветающей Молдовы.